Курскую битву и другие важнейшие сражения военного времени вспомнили в детском оздоровительном лагере «Радуга». На встречу к ребятам приехали ветераны ракетных войск стратегического назначения. Среди гостей Константин Сергеевич Федотов, участник Великой Отечественной войны. В ноябре 1943-го Константин Сергеевич был направлен в учебную стрелковую дивизию. Он участвовал в операции «Багратион» в боях в Восточной Пруссии и битве за Берлин. В свои 93 года ветеран пишет книги о войне и не пропускает ни одного патриотического мероприятия в Одинцовском районе. Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к родине, гордости за нашу страну – особенно актуальна на сегодняшний день проблема, задача в связи с событиями, которые происходят в мире. Мы всегда рады встрече с детьми, всегда пытаемся ответить на все вопросы, которые самые различные бывают, самые неожиданные. В оздоровительном лагере «Радуга» вопросам патриотического воспитания уделяют особое внимание. В рамках культурной программы ребята посещают танковый музей в Кубинке и авиабазу «Стрижей». Детям рассказывают о военном прошлом этих мест. Здесь происходили военные действия и очень много захоронений. И вот мы на эти захоронения тоже с помощью администрации порой выезжаем. Бывают праздники, особенно День Победы. Говорим о войне, что это такое, что она дала, чтобы дети всегда помнили, чем жили их деды и прадеды. И как надо жить правильно, таким похожим на них. Во время подготовки ребята рассказали истории своих семей, кто именно из родственников воевал и в какие моменты и какие должности они занимали. Также вожатые поделились своими историями. Стихи и фронтовые песни исполнили для гостей младшие воспитанники лагеря. Ребята постарше делились историями о предках, принимавших участие в боях. У меня воевал прадедушка Трухин Николай Михайлович. Он был танкистом, также его братья были танкистами. И в 1942 году их танк попили, и все его братья умерли, и только он остался один живой. Патриотические беседы с молодежью в рамках проекта «Историческая память» проходят в нашем районе регулярно. Организаторы встреч, сторонники Одинцовского отделения партии «Единая Россия» уверены, подобные мероприятия зарождают у ребят неподдельный интерес к истории страны, позволяют узнать реальные факты о военно-прошлом нашей Родины. После наших встреч увеличивался интерес. Ребята приходили к своим родителям, к своим бабушкам, дедушкам. И даже родители приходили, говорят, надо же. Пришел, говорит, внук ко мне и спрашивает. Дед, расскажи, где ты был, на каком фронте воевал, чем занимался, что вы кушали, какие у тебя ордена, доставали, говорит, свои кители из шкафов, разбирали именно ордена, медали, за что получили, на каких фронтах воевали. В завершение встречи Константин Сергеевич подарил ребятам свою книгу. Издание вышло в свет в этом году ограниченным тиражом при поддержке главы Одинцовского района Андрея Иванова. Книга займет почетное место в библиотеке детского лагеря. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.